ООН опубликовало отчёт о преступлениях боевиков ИГИЛ в отношении народа езидов. Как сообщается в документе, группировка совершает преступление геноцида. Она пытается уничтожить народ численностью 400 тысяч человек, который проживает на территориях Сирии и Ирака. По данным Организации объединённых наций, Исламское государство убивает езидов, обращает их в сексуальное рабство и применяет другие формы жестокого обращения. Отчёт был составлен на основе интервью с десятками бежавших. Они сообщили, что ИГИЛ систематично захватывает в плен езидов в Ираке и Сирии с августа 2014 года. «Преступления в отношении мужчин, женщин и детей народности езидов расцениваются как геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Геноцид продолжается. Начиная с атаки на Синджар и до сегодняшнего дня, ИГИЛ неизменно пытается уничтожить езидов путём убийств, сексуального насилия, рабства, пыток и жестокого обращения, а также насильственного переселения». Отчёт представили на новостном брифинге в Женеве. На нём присутствовали четыре независимых участника расследования. По их словам, необходимо срочно спасти 3200 женщин и детей езидов, которые по-прежнему находятся в руках группировки. Они также призвали передать расследование в руки Международного уголовного суда. «Мы призываем международное сообщество к более решительным действиям. В данный момент не проводится никаких отдельных операций по спасению женщин и детей езидов, которых ИГИЛ захватило в Сирии». Религия езидов основана на зароастризме, иудаизме, христианстве и исламе. Исламское государство считает её еретической, а самих езидов неверными. Группировка заставляет мужчин этого народа выбирать между обращением в ислам и смертью. Продает женщин в сексуальное рабство, а мальчиков направляет на поля сражений в качестве солдат.